В международном турнире по художественной гимнастике «Марина Кап», который пройдет с 17 по 21 апреля в Иванове, примут участие сильнейшие гимнастки из 14 стран мира. Это перспективные спортсменки, которые имеют очень высокий потенциал и исключительную индивидуальность. Оценивать выступления будут только иностранные судьи. Никто из россиян не выходит под флагом своего города, а все выходят под флагом России. Для того, чтобы судьи не могли ориентироваться на гимнасток Иванова или гимнасток Москвы, для того, чтобы они все были для них равны, и они, видя их многие впервые, а для некоторых будут какие-то гимнастские открытия, действительно могли их оценить по достоинству, и чтобы это была сторона очень объективная в судействе. Я вам скажу, что очень многим российским тренерам и гимнасткам интересен именно этим турнир. На соревнования, организованные Мариной Шпехт, впервые приедут спортсменки из Марокко, Италии, Словении, Сербии. Украинские гимнастки, несмотря на ситуацию в стране, не передумали принимать участие в турнире «Марина Кап». По политическим соображениям, отказалась приехать в Россию только одна иностранная команда. К сожалению, к нам не доехала Финляндия, которая решила быть в альянсе с Евросоюзом и показать свою ФИ, и в последний момент они отказались от участия в нашем турнире. Но, честно говоря, мы совсем не расстроились, потому что российская гимнастика – это сильнейшие гимнастки мира, и быстрее Фины могли поучиться у нас, чем мы у них. В финал международного турнира «Марина Кап» естественно попадут лучшие, но есть здесь особое ограничение для российских спортсменок. В финальных соревнованиях участвуют 8 сильнейших гимнасток, 8 сильнейших результатов в каждом виде программы. Причем российские гимнастки имеют право участвовать только в одном из финалов. И только одна сильнейшая гимнастка от России может участвовать в финальных соревнованиях. Все остальные гимнастки будут представлять другие страны. Помогать организаторам масштабного турнира будут волонтеры. Добровольцы вызвали встречать иностранных гостей и сопровождать делегации во время их пребывания в Москве. Почти все волонтеры владеют английским и смогут общаться с зарубежными спортсменами без переводчиков. Мы собрали около 30 волонтеров, которые будут заниматься деятельностью своей по сопровождению команд на данном мероприятии. И мы для них проводим тренинги. Был тимбилдинговый тренинг и тренинг по специальности, то есть по сопровождению команд. Для участниц турнира подготовлено много призов и подарков. Необычная сувенирная продукция, статуэтки, раскраски и пазлы с изображением основательницы турнира Марина Шпехт. Кроме того, каждая из участниц соревнований получит полную спортивную экипировку с символикой турнира «Марина Кап». Но и это еще не все. Живые легенды, художественные гимнастики, внесшие большой вклад в развитие этого вида спорта, получат подвески из драгоценных металлов с бриллиантами.